Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. Проблемы с отсутствием света, постигшие жильцов дома на улице Лузановской 5А, все еще остаются неразрешенными. Накануне мы рассказывали о злополучном доме и его аварийных электрокоммуникациях. Местные коммунальщики заверяли одесситов, что уже к вечеру пятницы все вопросы будут закрыты. Однако в субботу отчаявшиеся жильцы вновь задаются вопросом, сколько будет продолжаться их безрезультатное хождение по мукам. Напомним, жители этого дома уже были фигурантами нашего репортажа в сентябре, когда после дождя не смогли выйти из подъездов. На этой неделе у одесситов начались регулярные перебои со светом, виной чему аварийная проводка в подъезде дома. Нужно менять три фазы. Мы сюда, к начальнику, написали заявление неоднократно, купили свой кабель, чтобы уже провели. Работы ремонтные никакие не проводятся. Вчера у нас опять потух свет. Вчера звоним нашим электрикам, они отказываются, они нам хамят. После визита на Лузановскую 5А наших корреспондентов дело, казалось бы, сдвинулось с мертвой точки. Накануне вечером электрики седьмого участка ЖКС Апересопский наконец-то навестили многострадальный дом. Я вам очень благодарна только за то, что вы действительно приезжаете по первому зову, можно так сказать. Так что, ребята, вы молодцы. Однако ремонтные работы коммунальщиков, по оценке жителей, привели к не слишком радужному результату. Электричество слабое, не полной мощности, выбивает телевизор, качество плохое его становится, не закручивает ни болер, ничего, соседи жалуются. Вчера они приехали, сделали, если хотите, можете показать, что они сделали. Вот, поставили счетчик, кабель провели на три фазы. Из-за аварийных падений напряжения в сети у людей сгорают электроприборы. Всего за один день вышли из строя несколько холодильников и телевизоров, жалуются одесситы. Там включали свет, что у меня сгорел холодильник. Сгорело, там еще лампы погорели, все. А теперь кому претензии, непонятно. У меня идти на операции, вот в среду, за что я теперь куплю этот телевизор? Потому что я к начальнику, он говорит, а что я сделаю, это что по моей вине, а по чьей вине? Сколько мы к нему ходим, уже больше недели ходим и просим. Все необходимые материалы для восстановления электрокоммуникации, люди, отчаявшись добиться помощи от коммунальщиков, купили за свои средства. Но установить пакетники и заменить кабель жители самостоятельно не могут. А спецприборы, накануне наконец-то поставленные электриками ЖКС, не выдерживают напряжения и систематически выходят из строя, потому что их мощность втрое меньше требуемой. Нету света постоянно. Приходишь с работы, не помыться, ничего не сделают. Рубильник, пакетник поставили на 24 квартиры, оно постоянно горит. Любой работник считается на своем месте, если вверенный ему объем работ выполняется качественно и в срок. Одесситы Слузановский 5А утверждают, что речь уже даже не в бюджете, на который обычно жалуются коммунальщики. Люди требуют от своей обслуживающей организации качественного исполнения работ. Даже отчаявшись, накануне просили городское руководство обратить внимание на свои проблемы. Выше стоящему начальству, нашему мэру города, пожалуйста, большая просьба обратить внимание на работу нашего ЖКС номер 7 в районе Лузановка. Накануне нашей съемочной группе удалось получить заверение от начальника седьмого участка ЖКС Пересыпский. Казалось бы, можно успокоиться. Мы завели новый кабель от столбовой опоры, как я и обещал. Уже заканчиваем. Мы еще не закончили. Но до конца дня мы однозначно заканчиваем. Но в субботу мыторства одесситов продолжились прямо на наших глазах. Коммунальные неурядицы в доме происходят постоянно, говорят жильцы. И более всего от них страдают пожилые люди и инвалиды. В большом количестве населяющий многострадальный дом. Надежда Михайловна передвигается исключительно при помощи инвалидной опоры. Дойти до начальника седьмого участка ЖКС Пересыпский ей почти нереально. Но и жить без света и других коммунальных услуг, входящих в перечень оплачиваемых, невозможно, говорит одесситка. Мы исцелились здесь недавно. И все постоянно у нас нет света. Постоянно. То воды, то света. Вы знаете, уже надоело. Горячую воду и отопление здесь тоже отключили из-за аварии. И люди с повышенным нетерпением ждали электриков, надеясь обогреться хотя бы с помощью электроприборов. К счастью, тепловики оказались расторопнее энергетиков. Тепло. Сейчас я потрогаю. Господи, не вижу ничего. Сейчас, сейчас, сейчас дойду. Вот ужас какой. Тепло. Батареи теплые. Нормальные. Ну, они такие не горячие, но нормальные. На момент верстки субботнего выпуска жители Лузановской 5А все еще оставались без света. Правда, в этом темном царстве вместе с ними был и начальник участка. Я здесь нахожусь. Мы сегодня даже поменяли уже рубильник. Сейчас там ресторки включают. Встретит ли новую неделю жители многострадального дома со светом, наша телерадиокомпания расскажет в следующих выпусках новостей. 18-летнему жителю Одесской области за торговлю наркотиками грозит тюремное заключение. Он находился под прицелом правоохранителей почти месяц. Задержали предприимчивого парня возле одного из торговых центров города, где он и развернул оживленную торговлю запрещенным зельем. Милиционеры изъяли у него наркотическое вещество и 300 гривен, имевшие по метку «закупка». В ходе санкционированного обыска в доме задержанного правоохранители обнаружили и изъяли несколько пакетов с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, предоставленное на исследовании вещество является особо опасным наркотическим средством – каннабис. По ценам черного рынка стоимость одной дозы составляет более 150 гривен. Начато уголовное производство по статье о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении или сбыте наркотических средств. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Одного из старших оперуполномоченных милиции в Одесской области подозревают в вымогательстве 5000 долларов США. На данный момент ему вменяют статью Уголовного кодекса «Получение служебным лицом неправомерной выгоды в значительном размере». В ходе досудебного расследования несколько коллег-правоохранителей сообщили о подозрении старшего оперуполномоченного во взяточничестве. Как было установлено, в сентябре милиционер требовал и получил 5000 долларов США от служащего в управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области. Досудебная проверка продолжается. 30 октября пограничники Украины зафиксировали беспилотный летательный аппарат на Приднестровском сегменте Украино-Молдавского участка границы вблизи села Садовое Красноокнянского района. Сбить его не удалось. В этот же день беспилотники были обнаружены в районе населенного пункта Сартана, Великая Новоселка Донецкой области, сообщают в ведомстве. Накануне мы сообщали о том, что в центре города снова появился неприятный запах, о котором периодически одесситы сообщают, начиная с 2008 года. А в доме номер 2, что расположен по улице Терешковой, неприятные запахи живут постоянно и распространяются не только по подъезду. С того самого злополучного 2008 года зловоние уверенно заполняет квартиры, жалуются жильцы. По их словам, ситуация стабильна уже несколько лет, а ВОЗ и ныне там. ЖКС ремонтировать канализацию не спешит. Одессит в четвертом поколении Сергей Ляхов живет на первом этаже в доме номер 2 по улице Терешковой. Как он рассказывает, проблемы с канализацией в доме начались еще в 2008 году, прямо накануне Нового года. Как тогда объяснили жильцам дома сотрудники ЖКС ВУЗовский, коммуникационные трубы забились из-за того, что кто-то выбросил в канализацию пищевые отходы. С тех пор этот псевдопраздничный запах остался с жильцами подъезда навсегда. Во второй квартире вообще ванной поднималось, чуть ли не до края ванны, содержимое из унитаза это все вылетало, и люди ведрами выносили. Вот сюда вот. В общем, было весело. Аварийная бригада в тот предновогодний вечер прочистила нечистоты, но ситуация возобновилась уже через пару месяцев. С тех пор завидным постоянством она преследует жителей нижних этажей. Меняется лишь интенсивность зловония. Вот и на днях неприятные запахи опять начали одолевать жильцов с новой силой. Никто ничего не делает, никаких ремонтов, ничего, а запах стоит стационарно. Начало квартиру затягивать. Проскочить этот небольшой участок еще как-то можно, задержав дыхание. Но в квартире-то находиться приходится. Вот сейчас, например, уже холода начались, держать окно открытое на веранде и постоянно включенную вытяжку. Каждый раз вызывать мастеров, чтобы прочистить канализацию, да еще и за собственные деньги, это не выход, уверен Сергей. К тому же то место, где в подъезде расположены трубы, завалено всяким мусором и сверху прикрыто доской. Такой способ устранения неполадок коммунальщики выбрали вместо того, чтобы заделать яму, откуда идет зловоние, сетут жильцы. Но не только с канализацией проблемы у жителей этого дома на улице Терешковой. Придомовая территория не убирается, дороги так и просятся, чтобы их подлатали. Да и клумбу сделать у дома не помешало бы, если уж в квитанциях записаны тарифы на обслуживание придомовой территории, считает Сергей Ляхов. Мне в конце концов не жалко заплатить столько, сколько положено заплатить за это. За работу, да. Ну я за то, что я хочу, за то, что я хочу, чтобы оно было сделано. Я не хочу жить, извините, в свинарнике. Проблема жилищно-коммунальной сферы в Одессе стоит острой на уровне города и на местах. Разного рода общественники и политики предлагают различные модели реформирования коммунального хозяйства. Но пока одесситам приходится решать свои жилищно-бытовые проблемы с помощью конфликтов, взяток и привлечения масс-медиа. Наша телерадиокомпания неоднократно становилась на сторону граждан в защите их законных коммунальных требований. К списку адресов за развитием ситуации, за которых следят наши корреспонденты, отныне прибавился еще и дом номер 2 по улице Терешковой. Более 500 домов в Одессе остаются без тепла. Также без отопления остаются 30 школ и полтора десятка детских садов. Чиновники утверждают, что тепла нет из-за воздушных пробок в трубах или локальных поломок. И предлагают звонить в аварийные службы. Тем не менее, в мэрии обязались обеспечить теплом абсолютно всех потребителей, включая центр города, до конца недели. Ежегодно в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. Учредить праздник предложил первый президент СССР Михаил Горбачев. Его инициативу поддержали целый ряд международных организаций, в том числе ООН. В этот день мы решили поинтересоваться у одесситок, что же они ценят в мужчинах больше всего. Любовь, пожалуй, самая важная, составляющая в жизни каждого человека. Для большинства людей без любви несчастье ни самореализация невозможны. И женщины, как наиболее чуткие по восприимчивости существа, значительно конкретнее мечтают о встрече со своей половинкой, нежели представители сильной половины человечества. И реально представляют, каким должен быть мужчина мечты. Мудрый, умный, хозяйственный, как для меня, я понимаю. Мудрый, отзывчивый, хороший, внимательный, ну что еще. И потом хочу сказать, то, что ты хочешь увидеть в мужчине, ты должен быть сам такой. Я думаю, что настоящий мужчина, он должен быть таким, чтобы женщина считала себя за ним, как за каменной стеной. Он не должен в первую очередь, он не должен набежать девушку и должен как бы стараться наоборот понравиться ей. Соответствовать эталону трудно, иногда даже невозможно, но мечту нельзя закрыть на замок. Поэтому каждая настоящая женщина рисует свой идеал, даже если это не спутник, идущий рука об руку. Ну, чтобы не пил и был хорошим человеком. А рядом с вами есть такой мужчина? Нету. Вы еще не нашли? Нет, идеального не нашла. Портрет идеального мужчины, какой он должен быть? Такой, как мой зять и такой, как мой внук. А какие они? Хозяйственные, трудолюбивые, умные, ну, аккуратные. Внимательные, с большим чувством вкуса. У каждого человека есть свой заветный идеал, о котором даже вслух говорить не всегда хочется, но обязательно мечтается, чтобы именно такой спутник оказался рядом. Однако, как выяснилось, далеко не все одесситы знают, что наряду с традиционным 8 марта существует и Всемирный день мужчин. Как выяснилось, не каждый представитель сильного пола, не говоря уже о женщинах, знает о существовании праздника, аналогичного 8 марта. Однако, отметить Всемирный день мужчины, получить приятный презент в этот день, мужчины Одессы были бы совсем не прочь. Правда, в отличие от женщин, мужчины мыслят категориями вселенскими. Какой бы вы подарок хотели получить в этот день? Не знаю, не задумывался, не столь важно, главное, внимание. Хотел подарок, чтобы власть была хорошая, чтобы дело для пенсионеров. Все, не забирали последние крохи, а делали. Мужчина настоящий, он какой должен быть? Какими качествами обладать должен? Не жоп должен быть, он должен всех уважать, всех уважать. Какой бы подарок от близких и любимых людей вы хотели бы получить? Я не знаю, любой, подороже. В первую очередь, это обеспечить свою семью, найти себя в жизни, заниматься тем, чем тебе будет приятно. Успешно, в принципе, к этому и стремлюсь. Чего хочу, ну, счастье, наверное, тоже, как и все люди в этом мире, чтобы мир на земле и в доме. И тем не менее, несмотря на то, что женский праздник у украинок один, и тот революционно-пролетарский, а о мужском даже пока мало кто слышал, сильная половина человечества и здесь превзошла все ожидания. Кроме Всемирного дня мужчин, 1 ноября, буквально через три недели отмечается Международный мужской день. Если сегодняшняя дата не утверждена официально и отмечается в основном на европейской части света, то у второго мужского дня родоначальник Республика Тринидад и Табага. С 1999 года его празднуют в США, Великобритании, Ямайке, Австралии, Индии, Сингапуре, Мальте и в Южной Африке. Так что у тех женщин, которые сегодня не смогли или забыли поздравить своих любимых, есть повторная возможность сделать это 19 ноября. В музее личных коллекций имени Брещенова открылась выставка «Дружба длиною в жизнь», приуроченная к столетию двух художниц Раисы Нудельман и ее подруги Дины Фруминой. На выставке представлены более 20 живописных работ в жанре портрета, пейзажа и натюрморта. Кроме того, о личностях Раисы Эммануиловны и Дины Михайловны расскажут фото из семейных архивов авторов и предметы коллекционирования семьи Минкус Нудельман из фондов музея. Кисти в глиняных горшочках, мольберты, фотографии, живописные полотна известных одесских талантливых мастеров были представлены на экспозиции о двух красивых девушках-художниках с очень разными судьбами, которых «Дружба» объединила на долгие-долгие годы, от юности до ухода. Выставка «Дружба длиной в жизнь», которая открылась в музее личных коллекций имени Блещенова, посвящена столетию со дня рождения Раисы Нудельман и Дины Фруминой. Эта экспозиция дает представление о том времени, когда две талантливые подруги были еще школьницами, об их чаяниях, убеждениях и переживаниях, об ушедшей эпохе, которую можно считать уже только по рукотворному наследию. Это подруги, две подруги. Дина Михайловна Фрумина – это одна из самых известных в Одессе художниц. И Раиса Эммануэловна – это дружба, которая соединила их в раннем возрасте, и дружба, которую они пронесли через всю свою жизнь. И насколько интересны представить было эти два образа. Раиса и Дина сидели за одной партой на теоретических занятиях, будучи еще 15-летними. Но путь в искусстве избрали в противоположных направлениях. Однако это никак не сказалось на отношениях. Позже крепкая дружба двух девочек была на долгий период времени прервана войной, эвакуацией, личными переездами и вновь началась лишь в 1952 году. Выставка «Дружба длиной в жизнь» в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени Блещунова продлится до 30 ноября. В завершение выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Не всегда слова совпадают с делами. В наших реалиях скорее даже наоборот. Жителям улицы Лузановской 5А, которые уже неделю мыкаются без стабильного электроснабжения, несмотря на обещание, все еще не светло. Пятничный визит электриков оказался не особо эффективным. Электричество слабое, не полной мощности, выбивает телевизор, качество плохое его становится, не закручивает ни болер, ничего, соседи жалуются. Вчера они приехали, сделали, если хотите, можете показать, что они сделали. Вот, поставили счетчик, кабель провели на три фазы. А у жителей Черемушек другая беда. Их с 2008 года донимает запах нечистот. Кто ничего не делает, никаких не ремонтных ничего, а запах стоит стационарно. Начало квартиру затягивать. Ну, проскочить этот небольшой участок еще как-то можно, задержав дыхание. Но в квартире-то находиться приходится. Вот сейчас, например, уже холода начались, держать окно открытое на веранде и постоянно включенную вытяжку. В первую субботу ноября Европа отмечает Всемирный день мужчин. Каким хотели бы видеть идеального спутника жизни дамы и каких подарков ждали бы мужчины в этот день, если бы он отмечался широко, узнавали наши корреспонденты. Я думаю, что настоящий мужчина, он должен быть таким, чтобы женщина считала себя за ним, как за каменной стеной. Он не должен, он не должен набежать девушку и должен как бы стараться наоборот понравиться ей. Какой бы подарок от близких и любимых людей вы хотели бы получить? Я не знаю, любой подороже. Одесса на этой неделе отмечает 100-летие двух талантливых соотечественниц, великолепных художниц Раисы Нудельман и ее подруги Дины Фруминой. Выставка «Дружба длиной в жизнь» проходит в камерной теплой обстановке музея личных коллекций имени Блещунова. Это дружба, которая вот соединила их в раннем как бы возрасте и дружба, которую они пронесли через всю свою жизнь. И насколько интересны представить было эти два образа. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин